День следующий, точнее уже вечер, так что добрый вечер, друзья, товарищи, какой кайф, когда вам кто-то может помогать, серьезно, я раньше все время пыжилась, репенилась, или как это еще можно назвать, что я все сама, я все, я везде справлюсь и так далее, а потом я понимаю, что, блин, если я пытаюсь реально лезть во все дыры, ну, по-любому идеально не может быть, ну, хотя бы близко к идеальному, я имею в виду, чтобы хорошо было, достаточно хорошо, поэтому вот сейчас пришла помощница сегодня и убрала всю квартиру, буквально все, то есть все вымыла, всю кухню, все-все комнаты, пыль вытер, ну, все вообще, то есть убралась, пылесосила все, и такой кайф, а я в это время вела группу, представляете, то есть я работала, я знала, что у меня параллельно за дверью волшебница делает чисто, я завершу свою терапевтическую группу, и выйду там, где чисто, то есть все сделано, мне не надо бегать, носиться и думать, как это все успеть, параллельно два сына, и, ну, в общем, куча дел, как всегда, поэтому, вот серьезно, если есть возможность хотя бы иногда отдавать часть своей работы, делайте это, не стесняйтесь, не думайте, что вы какая-то не такая, если вы вдруг не справились с чем-то, абсолютно нормально делегировать ту работу, которую вы можете другим. Иногда кажется, да, многие скажут, ну, у меня нет денег платить там кому-то и так далее, но за это время вы сможете заработать, то есть в плане того, что если вы не просто будете там лежать, загорать, хотя, в принципе, даже ради этого тоже стоит нанимать, у кого есть возможность, а параллельно вы будете работать или вы будете просто более, знаете, ну, как сейчас модно говорить, в ресурсе, то есть вы не будете загонять себя, как лошадь, и вы сможете наполниться энергией, отдохнуть, я не знаю, там, поработать больше, чем обычно, в то время как за вас сделают ту работу, которую, в принципе, обойти без вас может, то есть за вас ее могут сделать, а вот, например, провести психологическую консультацию или группу терапевтическую за меня не сможет, ну, я имею в виду здесь, сейчас, поэтому пускай лучше помогут мне на кухне, пускай лучше помогут мне убраться, или там, кушать, приготовить, да, или так, ну, то есть, как бы, это такие размышления, что иногда делегировать стоит, и это будет только на пользу всем. Сейчас я готовлю быстренько кушать, и думаю, думаю, продумываю, завтра уже буду готовить стол, потому что послезавтра у Пашки день рождения, и, в общем, ждем гостей, небольшую компанию совершенно, буквально друзья Пашкины и мои подружки, вот, и я надеюсь, что получится хорошо посетить, в плане, что детям понравится, и мы отдохнем немножко. а сейчас буду кормить свое чадо, на ужин гречка с котлетой, здесь еще жареные грибы с луком, еще картошку думаю, но и тоже попозже, а Паша сейчас будет гречка с котлетой и с брокколи, он любит брокколи, поэтому буквально еще одна минутка, только закипела вода, долго не держу, кстати, и буду выключать, подавать. Сколько там плюс сколько должно быть? 1, и 9 плюс 3, я посчитала, это 12, а 9 плюс 5, я посчитала, это 15, 14. Угу, и дальше? Так, и 9 плюс 7, и так. Без пальчиков не можешь еще? Ну да, я еще такие сложные, я не могу без пальчика. Ну что тут надо сделать себе? Вот тут уж что мне нужно сделать, девочки, вы очень удивитесь, или мы девочки и мальчики, и даже ребенке скажу, вот эти вот строчки есть же, вот я в них тоже, вот эти вот, по вот этим вот рисункам написать сказку, например, утенок один разу жил в домике, и посмотрел в окошко, и там куча снега, например, вот такое вот. А как по-турецки ты это скажешь? Ну, давай, ну. Вот так вот. Немного подлиннее, но это уже Турция. Кстати, смотри. Тише, не посчитай, роботом пуки. это читать сказки тебе дам так ладно давай сейчас тогда сделаем вот эту математику ты сделаешь page доделай вот эту мы кстати закончили читать все уже да потому что вот научились а вот здесь тесты которые не делают это вообще закачаешься я вам показывал но это понятно это просто выбрать из этого дальше смотрите сейчас подожди вот из этого тоже в общем тут на самом деле задание конечно же на турецком не все поймут ну короче иногда у меня даже мозг немножко плавился скажу вам честно не знаю уж как у детей но это есть такие очень простые прям действительно простые а есть где надо немножечко мозгами пошевелить не знаю не могу сказать что я недостаточно идти кто или интеллектуально развита но приходилось иногда фотографировать и отправлять папе мужу смысле этого цапа вот чтобы он нам периодически подсказывал ну короче а вот например вот это вот мы реально долго думали с чего тут и как тут начать потом мы поняли что это название городов да здесь и здесь даны варианты выбрать из этих городов который подходит вот быть следующим по какой по какой структуре то есть по какой схеме нужно выбирать мы в реально не могли сразу сразу посчитали буквы здесь там например 5 буквы там здесь 6 значит еще должно быть 8 или 7 точнее но здесь поэтому не подходит по в общем получилось так вот таким образом то есть и так и сяк думаете гадаете и это все на время короче здесь тоже самое вот какая здесь должна быть буквы ну как бы и просто и немножко иногда все свои силы и кричит но веселиться он там пока так ваш давай вот тут это доделать это сделал а вот этот вот этот нет это не сделала давай сейчас это а потом почитаешь что ты хотел показать ну вот я хотел показать смотрите отличие смотрите найдите отличие не на тут 6 сои там 5 сои нет на самом деле не в этом смотрите например на турецком х в и вот такие вот буквы они как вы видите как вы увидите как вы увидите тут всегда таки запятая до запятая а вот тут вот вообще они уже фраза да а тут уже фраза а тут вообще просто тут просто буква там уже название а тут уже название вот эти вот эти понятно мы то мы бы и не догадались ладно все давай сделай это и все ну вопрос где вопросительный знак вот же вот этот сюда что а или д а даже б даже типа ничего может быть ну-ка что ты думаешь поразмышляй как ты думаешь что тут может быть почему но длинненький же есть ну ты смотри я говорю про это потому что тут раз два три четыре ну это ты так гадаешь сейчас ну вот что и требовалось доказать мужу уже отправила отправила он не ответил я правил я пока не могу рубиться почему не он мне сейчас будет объяснять почему потому что эта система матрикс очень не объяснил так итак мы их а дню рождения готовы но еще не все но почти к дададам шоке да против солнца плохо видно сейчас буду показывать вам будет фруктовая нарезочка а вот обалденный вкусный паша открой это папа салатик с курочкой с грибочками печенюхи вот еще один салатик торт торт вот еще всякие булочки вот салат оливье красивенный так одна сторона дети деткам вот такие тарелочки салфеточками на взрослым сейчас еще бабушка принесет кое-что там еще папа что-то нам принес в общем вот такой вот у нас нарядненький веселенький стол елочка горит именинник страдает когда все придут в ожидании чудо подарки тебе понравились сегодня твои но ничего мы ее поменяем все папа что тут купил а это что я не знаю как красота мама мама на связи шоколадная капучино красота так надо сейчас тарелку все надо сейчас тарелку мамуля красиво разложи солнышко да сейчас так надо все камеру да показываю показываю и снимаю все всегда спрашивают всегда спрашивают всегда где мама где папа как и здоровье как они привет передавай уже по ним соскучились всегда пишут что давай быстрее уже в беларусь когда будут влоги из беларуси постоянно под почти под всеми видео ладно надо торопиться сейчас буду этот самый выкладывать и так последний заход найду ли еще здесь шариков здесь вот так красивенько вот это вот все горит елочка горит плохо видно но ничего в общем ваш на торт аккуратно не все повтыкали свечечки повтыкали эклерчики положили сачок налилили еще бабушка где-то там запропастилась иначе капкейки должна принести еще кучу всего это пирожные с кремом и в общем вот такая красота вот такая счастье еще придет пицца сейчас для детей ой короче да там ой 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 Herren английский у павла а я сейчас буду знают что делать мариновать грибы до друзья здесь меня это же NAT белая капуста с вашем с морковкой для меня это просто поршать и здесь у меня Угадайте. Ну-ка, все готово уже. Упс, а здесь фокус. Угадайте. Все верно, скумбрия засаливается. Очень вкусная цветная капуста с фаршем. Садись. Что я сегодня в школе делаю? Сейчас еще йогурт. Будет вкусненько. Очень вкусненько. Так. Я уже очень попробую. Ну, пробуй, конечно. Сейчас я этот йогурт себе. Это значит чище какая-то. Конечно. Я хочу, но у меня могут с ней. И я хочу. Интересно, что подарит мне Дед Мороз сам. Не знаю. А смотришь, под елкой что-то будет. Я сразу уже встану. Самый быстрее побегу. Я от елки буду смотреть. Ну-ка. Так. Будет мне очень интересно. Конечно. Вкусно? Да. Приятного аппетита. Чесночок. Два-три зубчика. Лавровый листик. Перец. Соль. Сахар. Одна чайная ложка соли. Чайная ложка сахара. 50 миллилитров растительного масла. Две столовые ложки уксуса. И 50 миллилитров воды. Это как будто бы вот такой как рассол. Да? То есть сейчас в этом деле мы будем 500 грамм. А еще чесночок. 500 грамм грибочков. Буду буквально 5 минут покипятить. И все. Добавлю еще водички. Даниэла, если ты меня смотришь, спасибо за стаканы. Они очень прям очень-очень-очень у меня я им пользовалась. Так. Все, чтобы накрыло. И все ставим закипеть. И когда только закипит, ровно 5 минут отсчитываем. Все грибочки должны быть в водичке. Сейчас я их немножко разровняю. Все. Включила огонь. Сейчас подожду, пока закипит. И ровно 5 минут кипятим грибы. Ароматные, вкусные, такие, с кислинкой. Обалденно. И очень быстрые. То есть это маринованные, быстрые грибочки. Кстати, да. Взять лучше маленькие. У меня, к сожалению, не было. Последнюю пачку в магазине забрала. Поэтому вот такие. Но просолиться успеют. Я все равно их в баночку. И до завтра они у меня будут готовы. Но лучше взять маленькие. Кипят, кипят мои хорошие. 5 минут ровно. Тем временем буду делать домашний майонез. Вот мне два яйца. Сейчас все сделаю. Так. Вбиваю два яйца. Яйца и масло должно быть комнатной температуры. И, кстати, стараться так, чтобы желтки сильно не разбились. У меня вон один. Ну ничего. Как это аккуратнее. Так. Сейчас буду добавлять сюда также специи. Это горчица, соль и сахар. Так. Пол чайной ложки сахара. Потом можно будет, если что, добавить по вкусу. Тут уже будете смотреть, кто готовит. Пол чайной ложки соли. Одна чайная ложка горчицы. У меня это сушеная, сухая. Ну, такой крышок. Так. Сейчас это все. Буду аккуратно блендером взбивать. Итак. Вот такая пенка получилась. Сейчас медленно-медленно буду вливать растительное масло. У меня здесь 50 на 50. Оливковое и подсолнечное. Если одно оливковое брать, то майонез будет горчить. Сейчас такой маленькой тонкой струйкой выливаю масло и потихонечку взбиваю. Продолжаю вверх-вниз, вверх-вниз блендером. Вот и все волосубство, друзья. Буквально еще один штрих. Вот смотрите, какой. Так, и последнее, что нам нужно сделать. Сейчас выдавим лимонный сок, ложечку столовую и добавим сюда. Еще раз перемешаю майонез. Так, вот лимонный сок добавляю в майонез и еще раз перемешаем. Так, теперь можно пробовать. Он такой достаточно густой. Можно, в принципе, добавить кипченой воды. Лучше вообще на растительном масле, на обычном, на подсолнечном. Тогда, ну, конечно, немножко другой вкус, но, по крайней мере, горечи нет. Сейчас у меня немножко горчит, но завтра он будет перестанет горчить. Завтра он будет ок. Итак, зимняя жизнь начинается. Видите, пустенько все. Нету кустов, роз. А в предыдущем видео был вид вон оттуда, с высоты, на весь город. Если кто не смотрел, можете посмотреть предыдущее видео. Мы туда ходили, там небольшой музей, и можно посмотреть красоту с такой высоты. Павел в школе, а мы тут спим и гуляем по парку. Очень приятно. Погода солнечная, отличная. А вот наша Уфшакская молодежь. Скорее всего, студентов. Так как здесь есть университет, и сюда приезжают и из разных городов, и даже стран. Обожаю эти лавочки. Они достаточно новые и очень часто заняты. Практически сложно найти пустую. В это время дня обычно дедушки, бабушки вот так прям парочками сидят, на солнышке греется, когда хорошая погода. Ну, а чуть ближе к вечеру понятно, что молодежь. Приятная погода, на самом деле. Самое то поспать. Свежим воздухом подышать малышу, а мне на солнышке, как обычно, витамин D. Запасаемся. Что у меня стоит? Что я взяла с собой? А вы думали как? Кофеек. Раз в день. Крожечку. Обязательно нужно. Субтитры подогнал «Симон» Такое ощущение, что там прям снежная туча, посмотрите. Ночью минус 4 бывает, так что снег вполне возможен в ближайшее время. Джингл Беллс. Так, готовлю котлеты. Главное их не попалить. Я могу это сделать, когда разговариваю на камеру. Это прямо оно очень хорошо получается. Все, мы дома погуляли, сходили в Вайкики, купила подарочки кое-кому. Мужу купила подарок к Новому году, но уже его и подарила. Ничего особенного, спортивный костюм ему купила, он у меня ходит каждую неделю на футбол, футболист в молодости. И сейчас играет в футбол, поэтому я ему купила спортивный костюм, ему нужен болотом. Вот, и сегодня подарил, потому что сегодня у них футбол. И вот мы сейчас здесь готовлю кушать, Пашку кормить, Паша уже дома, уже вечер, сколько у нас? Без 15,6. Вот, поэтому котлетки, остатки плова в той кастрюльке, здесь котлетки, пару штучек. И еще у нас есть суп. А еще, кстати, классная штука от кашля, хочу вам всем посоветовать. Сливочное масло растапливается, желательно домашнее. И пекмет, кто знает, вот эта вот темная такая-то из винограда, и иногда бывает из кородута. Ложку того, ложку того, растворяется, чтобы оно было все одинаковой массой, размешиваете. И вот так по ложке, как лекарство, даете там ребенку или сами пьете. Очень помогает. Вот у Паши кашля, он как в школу идет, у него сразу кашлят. Сопли, кашля, в общем, как обычно. Лекарства эти химические давать не хочется, по мере возможности, конечно же, даю, если прям супер надо. И оно очень хорошо откашливает, то есть прям вот и смазывает горло, и все, и начинает это все дело, в общем, отходить. Так что это вам совет такой. Так, моргаю я, как елка новогодняя, чтобы у вас у всех было классное новогоднее настроение. Даже если его нет, то его нужно самим нам делать. Я буду постоянно об этом трындеть, вам, может, уже надоело, но это так. Это моя философия жизненная. Я хочу очень красиво сделать бабочку. Мне нужен желтый фиолет. Тебе молоко в школу налить или что? Молоко, да. Окей. Только до самой крышки, до ручка. Полная бутылочка, наверное. Да. А то она очень быстро заканчивается, и мне нечего есть, тем более на этюд. Завтра будешь оставаться на этюд? Да, я буду оставаться. Я вытираю тебе шоколад тут. Обладно мне есть. Да. А что тут у нас Аби делает? Что-то твой любимый брат делает. Ой, ой, ой. Ага. Ладно, пошли блинчики жарить. Мам, у меня красиво получилось? Отлично, вау. Смотри, какую я девочку сделал. Тут у него еще поплав. Ммм, здорово, молодец. Очень красиво. Что, перерыв? Да. Что ты делаешь сейчас? Я называю шоколад. Робинчик. Ммм. Будешь сейчас его кушать? Не, я сразу порисоваю, потом поем, когда буду немного голодать. Я хочу сделать один кусок. Мне интересно. А, приятного аппетита. Ленька, что у нас здесь такой? Давай. Ползи. Давай. Давай. Давай, давай, давай. Вот так. Очень классно. Молодец. Умница мой. Мой любимый. Маля. Вот так, вот так. Давай, давай. Ух ты. Ты уже прям поворачиваешься. Давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Молодец, молодец. Умница. Молодец, мой сладкий. Давай. Ой, ты, боже мой, на пузике прям, на пузике. Умница. Давай, моя заянька. Мой котик родной. Вот так, вот так, вот так. Невозможно. Как замариновала грибы, попробовала два. Такие вкусненькие, они уже готовы, уже можно есть. Недаром говорят, это пятиминутный рецепт. Что мне захотелось? Знаете чего, девочки? Жареной картошечки с курочкой. Такое все вредное, но вот прям захотелось. И что вы думаете? Я почистила картошку, сейчас буду жарить. И курочку буду жарить. И у меня еще маринованные грибочки. Кто там был, Астин? Нет. Говорю, слюни прям, не могу. Потом у меня еще огурчики, корнишончики тоже по рецепту. Там есть на канале. Это я все сейчас буду есть. А может, еще даже помидорчики достану. Говорю и давлюсь слюной. Завтра Новый год. Здравствуй, Новый год. Да, я тут картошку жарить собрала. Да. 2023 год завтра. Да, ничего себе. Обалдеть. Кто там еще у нас прячется под одеялом? Ешь под одеялом? Ешь, да. Не надо. Не надо. Ну и надо. Что ты, братик, делает? Бросил вот так. Так, вот. Изыскал просто с огурчиком. Но сказочно вкусно. Иногда хочется попроще, побыстрее, пожирнее. Бывает такое. Я напугал. Ужас какой. Тихо, стакан. Сейчас стакан улетит. Кошмар. Покажи, как ты пришел сюда. Покажи, как ты сделал. Нет, я понимаю. Стань, как ты стал. Я, в общем, здесь, девочки, готовлю. Тихо, не ударься ты, боже, головой. Сейчас прямо об этот угол. Давай. Ну, точно. Вот, смотрите. Угол и башка вот эта. Я поворачиваюсь. И вот стоит тут это. Реально сердце просто в пятки ушло. Это же можно испугаться. Да. Смотрите. Красота. Вкуснота. Ничего себе. Я себе сделаю. Да, точно. Призрак на себя получился. Картоха. Посмотрите вы на эту картошечку. Девчонки, что еще надо? Ну, я знаю, что еще к этому надо. Особенно вот к этому. К солененькому, малосольненькому. Прям просится, но нет. Класс. Обожаю такую простую домашнюю еду. Без всяких этих выпендрежей. Ммм. Супер. Не пишите мне, что вредно. Это я знаю. Но это очень редко у нас происходит. Вот такой вот. Поэтому мы очень часто питаемся одними овощами. Потому что это быстро, не жирно, легко и вкусно. А вот сейчас захотелось такой прям жирненькой. Ммм. Кстати, вот майонез. Так. А где фокус? Алло, гараж. Что это фокус? Вот он. Смотрите, какой желтенький. Сюда добавила немножко йогурта. Ну, это буквально просто мне надо. Можно не добавлять. Сейчас надо закрыть. И дня два, три, четыре даже может храниться в холодильнике. Такой майонез. Ну, лучше его быстро использовать. Я его приготовила для завтра. Вот. Сейчас накроем пищевой пленкой. И в холодильник отправлю. Смотрите, какой он. Показать, какой он густой. Сейчас, секунду. С учетом, что здесь еще есть йогурт. Йогурт такой жидковатый, домашний йогурт. Поэтому вот так. И комочки это от йогурта. А так он был еще даже гуще. Он такой прям был. Знаете, как ножка поставила, и она будет стоять. Ну, хороший. Вот и все. И домашний, и вообще никаких проблем. Так что не переживайте. Такое можно почаще готовить.